Слава Господу, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас во имя Иисуса! Будьте благословены! И знаете, прежде чем я буду проповедовать, я хочу обратиться ко всем людям, которые слышали об Иисусе, но еще раздумывают, принимать, связывать ли свою жизнь с Ним, связывать ли свою жизнь с христианством. Или вы хотите связать свою жизнь с хорошим, с счастливым, с радостным, например, с небесами, либо вы хотите связать свою жизнь с адом. Вот так вопрос пусть стоит для вас. Или вы реально сами выбираете ад, боль, мучения вечные, я подчеркиваю два раза, вечные. Или вы выбираете вечные наслаждения, вечную радость, и я вам скажу, никто другой не выбирает, как выбираете это вы. Поэтому не медлите, как только вы услышали об Иисусе, вам предложили молиться, не говорите, ну, я еще не знаю, еще не уверен, я еще молодой, я там еще, это что мне теперь нельзя ни с девушками там, ни на дискотеке, это мне нельзя слушать там музыку какую-то там мирскую там, или что-то еще, мне нельзя грешить там, то-то-то, это слишком трудно. Ну, слушай, нетрудно, потому что то, что приходит в твою жизнь, оно намного лучше, чем бы ты вот эти грехи все собирал, все наслаждения с грехов. Поэтому, когда Дух Божий касается тебя, это то правильное время сделать решение следовать за Иисусом. Вот у меня так произошло, и сейчас меня аж перетряхивает от того момента, я представляю, а вдруг бы я отказался. Вот Дух Святой подвел меня прямо к покаянию, прямо к решению. Никто из людей мне ничего не говорил в этот момент. Это работа была Бога. Поэтому я не знаю, кто вы, но я знаю одно. Если Бог зовет вас и касается ваше сердце, вы чувствуете, что вот сейчас я могу изменить всю мою жизнь, сделайте это, и вы не пожалеете. Прошло больше 20 лет. Я не жалею, что я уверовал. Я рад, я счастлив. Я связал свою жизнь с небесами, с Иисусом, который умер и воскрес. Не в одной религии не воскресал их лидер, а в христианстве воскрес Иисус. Если в других религиях, в той религии, в той религии, знаете, эти люди религиозные несут венки, несут какие-то там, знаете, на могилы, возлагают там цветы или что-то, на могилу Иисуса никто ничего не возлагает, там она пустая. Какой смысл туда нести что-то? Туда приходят просто посмотреть, что нет никого. Обычно на могилу приходят, чтобы вот там же лежит кто-то, ну там человек какой-то, да, приходят, вспоминают, цветы кладут, там что-то еще. А здесь ты не приходишь на могилу. На могилу Иисуса, если приходят туристы, просто посмотреть, что она пустая. И задуматься надо. Если могила Иисуса пустая, значит, Он живой. Значит, Он может нам помочь и помогает. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Божественный потенциал в нашей жизни». Божественный потенциал в нашей жизни. Мы состоим из духа, души и тела. У нас есть физический потенциал. Человек, если занимается, например, спортом, он может развить свое тело до таких результатов, что мы просто будем удивляться, что он будет творить, или бегать, или подтягиваться, на турнике что-то делать, или что-то поднимать, или... Это потенциал, который был. Вот в мальчике смотришь, маленький мальчик, а в нем такой потенциал большой сокрыт. Есть душевный потенциал. Есть человек, который при вот этих всех, как бы, если совместить силу в воле, дисциплину, человек, например, развивается, заняться саморазвитием, можно многого достичь в жизни, изучать, копать, развиваться. И ты можешь стать очень интересной личностью, но сегодня будет, речь пойдет о божественном потенциале. Мы не знаем даже, что Богом вложено в нас, сокрыто. Только Бог это знает. И чтобы вот это раскрылось, мы сегодня об этом будем говорить. Знаете, как земля. Ходишь по земле, грязь. Земля, грязь, пачкаешь. Когда ты видишь землю на своих ногах, ты вытираешь ее. Ты такой, это что это? Это грязь. Я общетку еще, чтобы домой не нести ее. А ты знаешь, сколько в этой земле лежит ресурсов? Алмазы, золото, нефть, газ, руда там, что-то еще. Много всего. Именно там потенциал земли. Она может быть не тронута, а может быть, например, извлеченная оттуда. И страны, которые грамотно все извлекают, они процветают. Потенциал был. Мы знаем все эти страны в песках. Еще 60 лет назад там ходили верблюды. Ходили, и люди на них ездили. А сейчас мы видим, у нас волосы дыбом становятся. Какие там небоскребы. Какой там уровень жизни. Когда о гражданах заботятся, благодаря чему? Благодаря вот этому потенциалу, сокрытому в земле. Кто-то начал его расходовать. Он достиг, он стал извлекать это. И это облагословило всю страну, как бы обогатило всю страну. И жители, и со всего мира туда туристы ломятся. Кстати, было бы неплохо туда съездить. А не только по телеку смотреть. Знаете, такое будет сегодня выражение, можно сказать, тезис. Пусть мы не станем какими-то великими проповедниками с мировой известностью. Но пусть о нас никто не скажет, что мы трудились в полсилы. Всегда о человеке создается картина. Всегда каждый из нас оставляет свой след на земле. В обществе, в котором мы жили. Среди людей, которых мы знали. Всегда люди о нас будут говорить сто процентов. Почему мы с ними соприкасались. Мы с ними проходили что-то вместе. И вы знаете, есть типы людей, которые все делают так налегке, как бы, чтобы не напрячься. А ты как расслабляешься? А я и не напрягаюсь. Так вот. Чтобы божественный потенциал был раскрыт в нашей жизни. А для чего? Для того, чтобы мы благословились и люди вокруг нас. То для этого надо напрягаться. Потенциал Божий. Мы не знаем, какой потенциал Божий в нашем брате или в нашей сестре. Мы знаем одно. Что-то в каждом есть уникальное. Что-то в каждом есть уникальное. Я не имею даже того, что какие-то дары, способности и таланты. Я сейчас говорю совершенно о другом. Есть способности, есть умение разговаривать или, например, иметь обаяние, привлекать людей или быть внешне красивым. Я сейчас абсолютно не об этом говорю. Я говорю сейчас столько, высвечиваю определенную одну сторону, что Богом в нас что-то вложено. Потенциал, который мы можем расходовать здесь на земле от Бога. Не нашей способности, не нашей силы, не генетика от мамы с папой, ум, там, сила. Не это, а Богом вложенное в нас. Это может быть просто, например, простой верующий. Внешне, может быть, он ничем не отличается. Просто таким не выдается ничем. Но на него Бог может, в нем Бог сокрыл что-то особенное. Знаете, как есть такое выражение? Самое богатое место на земле – это кладбище. Кладбище нераскрытых талантов. Понимаете? Ненарисованных картин там. Я не знаю, чего еще. Неспетых песен и так далее. Есть изобретения, так и не дошедших, не вышедших. Есть изобретения, которые могут облегчить жизнь многим. Вот так все осталось. Не довели до конца. Начал и бросил. Божий потенциал. Он не связан с физическими данными. Бог призывает Моисея и говорит, выведи мой народ из Египта. Он говорит, да я косноязычен. Да я не могу. Бог говорит, я буду с тобою. Я буду с тобой. Видите? Здесь Моисей не сослался на свою мудрость египетскую. На свое воспитание, на свое влияние, на свои контакты во дворце. Он на это не сослался. Он, наоборот, был разочарован. Он был, он чувствовал, что он не может это сделать. Как часто мы чувствуем то же самое. Да кто мы вообще такие? Что мы вообще для Бога можем сделать? Но, я скажу так, если Бог тебя о чем-то просит, и если Он тебя к чему-то призывает, то Он будет с тобою. Твое главное понять, что Он будет с тобою. Там, где ты не сможешь, Он сделает. Не люди воскрешали Лазаря. Люди отвалили камень. Они сделали свое, то, что они могли. А Бог сделает свое, то, что Он, Он отзовет из вечности. Понимаете? Уже из прошлого Он отзовет человека, и он вернется опять в реальность. Это Бог может. Нам никогда не надо думать за Бога. А как я это сделаю? С помощью Святого Духа. И чтобы Божий потенциал раскрылся в нашей жизни. Вот это призвание. Братья и сестры, послушайте очень внимательно. Очень важно быть крещеным Святым Духом. Что это значит? Это значит, когда сила Божья сходит на нас. Написано, Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете Мне свидетелями. Он не сказал, что благодаря своей начитанности, благодаря своей эрудиции, благодаря своим просто харизме своей, вы разнесете обо Мне рекламу по всему миру. Он сказал, благодаря Святому Духу. Это главный ингредиент, который раскрывает в нас потенциал. Если бы мы увидели, вот, знаете, великих таких проповедников, да, мировых, если бы мы увидели их в молодости. Да парень парнем, ничего особенного. Просто как все, так же шутит, так же ест, так же спит, так же смеется, все делает, все как все, все делает. Мы никогда даже не подумали, что-то пришло в его жизнь. Как один человек, миссионер, он рассказывал, что он где-то проповедовал. Я не помню точности этой истории, но суть такова, что на этой эвангелизации покаялся, по-моему, один человек. Была эвангелизация какая-то. И, представляете, для пастора это такой, как бы, удар, это тяжело, понимаешь, когда никто не кается, только один покаялся. И этот один, который покаялся, был Билли Грэмом, который повлиял на Америку очень сильно. Очень сильно, большие толпы собирают, очень много привел к Иисусу Христу. Очень много людей привел к Иисусу Христу. Я сейчас не говорю, что этот человек был совершенен, как Бог. Послушайте, многие вот так вот думают, ну у него же там, я не знаю. Я знаю, что этот человек привел сотни, сотни тысяч людей к Иисусу. И, скорее всего, он не был совершенен. Рейнхард Бонке, то же самое. Он уже на небесах, мы верим. Кто? Кто этот парень? Да ничего особенного, немец. Привел, да, вот через его служение, через миссию. Конечно, командное служение. Около 80 миллионов людей привел к Иисусу Христу. Я не говорю, что он был совершенен. Я говорю, что в человеке был такой потенциал, огромный. Мы этот потенциал можем не заметить в людях. Послушайте, мы можем ошибиться, например, на человека возлагать надежды. О, этот выстрелит. Ставлю ставку на него. Выстрелит. Нет. Ты ошибся. Ты посмотрел на его харизму. На его душевные способности. На его способности физические. Знаете, как мы говорим? От природы. Данные от природы. Нет. А на тот, на которого мы не посмотрим, например, в кавычках, Давид, которого даже нет среди нас. Где-то там пасет, где-то вообще в тени в такой, что его надо искать вот так с биноклем. Давид, ты где? О-о-о! А на нем потенциал. Как потенциал? Вот если бы вы увидели Давида, и вы бы, представьте, вот если бы вы перенеслись бы в то время, и вы увидели бы этого Давида, 16-летнего юношу, вы бы его увидели. И вы бы имели все знания, которые вы имеете сейчас, что он стал царем Израиля, что от его, по его родословию, пришел Иисус Христос, родился от него, можно сказать, как бы, в его роду и так далее. Что когда Иисуса будут звать, будут звать именем Давида, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Представьте, если бы мы увидели этого Давида, мы сказали, парень, парень, колхозный, нормальный колхозный парень, сельский, первый парень на деревне, а в деревне один дом. Все нормально, парень и парень, мальчишка. Огромнейший потенциал был, огромнейший потенциал, и только Бог знает, какой потенциал внутри нас. И что-то должно, понимаете, вот спичка, она может сжечь весь лес, а одна спичка, но если ее не чиркнуть, что-то должно, реакция какая-то произойти, взаимодействие должно произойти, чтобы спичка загорелась вдруг, вспыхнула. Так же и мы, мы носители, послушайте, каждый рожденный свыше, да, крещен истым духом, мы носители неограниченного Бога внутри себя, неограниченной силы. И в то же время, не верим в это, и молимся, Господь, дай мне силу. Господь, я верю, что ты можешь, Господь говорит, я в тебе, я через тебя. Вот не хватает черкаша, как-то. Такое слово все знают, нет, черкаш. У спичек есть место, в которое спички надо проводить. Черкаш называют. Я не знаю, как для женщин там дошло. Как? Это пацаны должны все знать. Черкаш. Спички. Какой-то должен произойти черкаш у нас. Может, так проповедь у нас был назвать? Черкаш. Дух Святой сходит на человека, и человек становится другой личностью. Совершенно другой личностью. Мы видим в Библии одного Петра до сошествия Святого Духа. Да, он харизматичный. Да, он импульсивный. Да, он за всех отвечает. Да, он впереди всей планеты. Но когда сошел на него Святой Дух, помните, он и промахнулся, падение у него было очень сильное, отречение от Иисуса. То есть дом рухнул. У него неправильно было основание. Поэтому Господь ему говорил, что я тебе особо ничего не доверю, у тебя основания нет. Ты основан сам на себе. Не на Христе, а на себе. Поэтому то строение, которое Петр воздвиг, оно рухнуло. Дом рухнул. Он был тем домостроителем, у которого дом полностью рухнул. Но он покаялся и восстановился. И что важно заметить? Что Дух, когда Святой сошел на него, невероятные вещи стали происходить. Вроде бы это сделал Петр. Но это же не Петр сделал. Все Петра знают. Что Петр идеально делал, ловил. И то всю ночь мог ловить и ничего не поймать. Понимаете? Здесь такое будет как бы замешательство. Как бы это человек вроде бы делает. Достигает людей. Он сказал. По-моему, кто-то там подсчитывал, я не знаю. Умные головы подсчитывали. Шесть минут длилась проповедь Петра. Я проповедую по часу. Шесть минут достаточно было, чтобы привести людей ко Христу. Да, это не были неверующие люди. Как мы, например. Мы не можем сравнивать. Но и такое Бог тоже может делать. Это были религиозные люди, которые приходили на поклонение Богу. У них цель была поклониться Богу. Из них три тысячи спаслось. Это не то, что ты на вокзал вышел в Москве, и три тысячи людей, которые должны были куда-то ехать, вдруг покаялись. Это немножко разные вещи. Но потенциал, который был на Петре, Иисус видел это. И он заранее сказал, ты назовешься Камень. А сейчас я кто? А сейчас ты травинка, колеблемая ветром. Ветер куда подует, туда ты наклоняешься. Ты нестабильный человек. Поэтому я меняю твое имя. А вместе с этим функцию. И большая разница между камнем, который может лежать веками. Он стабильный, он надежный, можно строить на нем. Или бы травинка. Куда подули, позвали, туда и пошел. Ничего не знают, призвание как бы. Травинка это что-то нестабильное. У травинки тоже есть потенциал. Но не о травинке речь. Речь о камне. Речь о Петре. А когда он таким стал? Когда Святой Дух сошел на него. И многие люди думают, что мы должны как-то достигать. Я вам скажу, к чему я, к какому заключению я прихожу. Что мы должны достигать не людей, а Бога. То есть иметь очень хорошее тесное взаимоотношение с Богом. И сам Дух Святой будет достигать людей через нас. Бывает, зовешь людей. Как-то пытаешься что-то сделать, чтобы там люди в церковь пришли. Или к Богу пришли. И так пытаешься. И чувствуешь себя просто матерью Терезой. Так хочешь всем помочь. А этого никто не хочет. Это никому не надо. Пусть Дух Святой что-то сделает необычное. Это совершенно разные вещи. Это так же, как проповедовать об Иисусе. Интеллектуальную умную проповедь. Что Иисус там 30 лет был. Рассказать, на каком именно осле он ехал. Рассказать о том, что там было два осла. Там был маленький ослик, на котором ехал Иисус. Но рядом шла мама его. Можно и сказать очень интересную интеллектуальную проповедь. Никого не тронет это. Но можно сказать заплетаясь. Неграмотно. Может какие-то факты даже как-то перепутать. Но это будет в силе Святого Духа. И это коснется людей. Вот что нам надо. Нам нужна сила Святого Духа. И тогда тот потенциал, который в нас. Те возможности. Они начинают работать. Итак, чтобы спичку чиркнуть, чтобы она загорелась. Нужно ее обчеркаш, чиркнуть. Это Святой Дух. Взаимодействие. Вот это трение. Спичка горит. Она зажигает. Она обогревает камин, печку. Тепло идет. Не было бы вот этого. Не было бы тепла. Не было бы никакого действия. Пусть о нас никто не скажет, что мы трудились в полсилы. Можно все делать так в полсилы. Но зачем? Зачем? Кому это надо? Божий потенциал начинает развиваться после того, как человек говорит, не моя воля, но твоя да будет. Когда мы посвящаем свою жизнь Иисусу, тогда божественно от Него предназначение начинает работать в нашей жизни. И это не говорит о том, что теперь физически, физическое наше тело не участвует, душа не участвует, но начальник – Дух. Начальник – это Дух Святой. В каждом из нас есть определенная уникальность. Есть потенциал, что в нас вложил Бог. И Его желание, чтобы это развилось и приумножилось в нашей жизни. Тогда Он будет очень рад. Иногда мы хотим поблагодарить Бога. Мы только говорим спасибо, спасибо. Жизнью поблагодари Его. Тем, что ты развиваешься. Тем, что ты служишь. Тем, что Он тебе дал, ты приумножаешь. Поблагодари Его этим. Это будет намного лучше. Давайте откроем местописание Фессианам 2.10. Когда вы видите Слово Божье, вера приходит в вас. Сегодня перед собранием говорилось, что мы видим Бога, мы не видим Бога. Слушайте, откройте Слово Божье, вы увидите Бога духовными глазами, глазами сердца. Вы веру и увидите, потому что Он начнет разговаривать с вами. Он начнет вам показывать какие-то вещи, чудеса. Прежде чем вы открываете, а вы уже открыли, я скажу вам, что иногда мы видим, или, например, я вижу, я вижу потенциальных людей. Я когда смотрю на людей, я как бы вижу, вау, в сто раз лучше, чем я. Я никогда не думаю, так что, я лучше Его. Я наоборот смотрю, потенциальные люди. Вообще, так бы служение качественно делали, так бы служили Богу, столько бы сделали для Иисуса. Но ничего не делается. Не могут они по какой-то причине сказать, не моя жизнь, не буду я жить для себя, я буду для Господа. Не хватает вот этой смерти, а, соответственно, сила воскресения туда не приходит. Мы теперь новое творение Божие. Я в русском переводе, современном читаю. Созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам творить. Перед этим говорится, что благодатью мы спасены через веру, а не через дела, чтобы мы никто не хвалились. Что я что-то сделал, и поэтому Бог на меня посмотрел и спас меня. Сказал, молодец, много добрых дел сделал. Молодец, я тебя спасаю. Нет, не так. Написано, спасение не зависит от дел, что бы мы делали. То есть до уверования дела, которые мы делали, добрые, злые, а мы делали добрые и злые, они, не от них спасение зависит, а от любви Божьей, от доброты Божьей к нам. По благодати это отвечает подарок. Независимо ни от чего. Спасение, спасение это дар Божий. Но уже когда мы новое творение стали, да, здесь говорится, то вот уже в новом творении, когда мы стали Божьими детьми, то Бог предназначил нам дела. Это и есть тот потенциал. Вложил в нас дела, которые Он предназначил нам творить. О Боге сказано, что Бог творец, и нам Бог дал творить. И вы знаете, что книга Деяния, это книга как раз про те самые дела, которые Бог предназначил своим людям исполнять. Я уверен на сто процентов, что Петр, апостол Петр, никогда не сделал бы сам по себе те дела, которые записаны в книге Деяния. Никогда. В посланиях его. Никогда. То есть тот Петр, который жил до Христа, никогда, никто бы о нем не знал. Миллиарды людей были в то время, о которых мы вообще ничего не знаем. А Петре почему-то знает. Вы поймите, что это не душевные качества. Это не таланты и дары, которые в нас вложены, относящиеся к душе. Это область, в которой только Дух Святой может разморозить это, как бы раскрыть это потенциал. Только сам Святой Дух. Вот в чем уникальность божественного потенциала, чем он отличается от физического развития. Давайте мы будем поклоняться Господу всей своей жизнью. Будем благодарить Его. И вы знаете, что самое главное в собрании, когда мы слушаем проповедь, получить откровение. Получить откровение. Зацеп. Должен произойти зацеп. Вот ты закидываешь спиннинг, крутишь. Ничего. Закидываешь спиннинг, крутишь. Ничего. Закидываешь и закидываешь. Уже разочаровался, что ничего. Потом закинул, крутнул, а дальше не крутится. Зацеп. Зацепило. Что-то серьезное. И ты когда потом вытаскиваешь что-то серьезное, ты смотришь. У мамочки оказывается такое что-то большое, что-то необычное поймалось. Проповедь, она так и состоит. Тут витает Дух Откровения. Он витает. Одно говорится, другое говорится. Ты хоп и поймал то, что тебе надо для твоего развития. И чтобы Бог через тебя прославился. Кому-то надо было это услышать, кому-то это надо было услышать. И важное в проповеди, Бог тебе что-то открыл. Он так приходит. Так вот, как бы незаметно. Через откровение. Но уже с тобой пошла работа. Движение пошло. Все, ты начал думать об этом. С этого все и начинается. Давайте будем молиться.